Деньги не усугубляют несправедливости природы, а усугубляют их предыдашись. Сегодня я снимаю видео по запросу, которое у меня очень давно уже просили, наконец-то руки дошли. Это канал, который я смотрю на YouTube, подписан на них. Итак, первый канал, который я вижу, то есть я буду говорить не в порядке фаворитности, а как они у меня не в подписках лежат. Я заранее прошу прощения, если я что-то буду неправильно произносить. Это фанитка, это книжный канал, ничего толком я сказать не могу, потому что подписалась на него совсем-совсем недавно и как-то покомментирую дополнительно не могу. Далее All Things Hair Russia, то есть на этом канале популярные видеоблогеры показывают те или иные плечевские, которые они плетут. Тоже подписалась со всеми данными, поэтому могу что-то сказать дополнительно. Канал девочки Анны Лина, она снимает в основном о косметике, но бывает и в книгах. Очень приятная девочка внешне, по голосу и по манере говорить. Всем советую. Атмосфера счастья вообще просто в этом человеке заключен фонтан позитива, оптимизма, счастья, красоты, приятного голоса. Она и влоги снимает, и о красоте говорит, и с фикс прайса покупочки показывает, и вообще очень такой полезный канал и в плане получения положительных эмоций с другой стороны монитора, и в плане информации. Каролина Ева учится на медицинском, снимает периодически видео данной тематики, рассказывает что-то, советует, рекомендует, делится собственным опытом. Есть у нее видео и о книгах изредка, и о косметике. И вот именно книжным любителям я бы не советовала данного видеоблогера в качестве, я не знаю, то есть если вам нравятся именно книжные видеоканалы, то лучше подписаться на кого-нибудь еще. Потому что, ну вот, например, мне, я другого мнения, чем вот Каролина говорит о книгах. Тут мы с ней не сходимся, но она мне нравится, в других сферах, в других темах бесед, и поэтому я ее смотрю. Я не уверена, как это правильно произносится. Мне с английским плохо. Фуджи Дистер, видеоархив. Все знают, кто такая Катя Клэп. Катя Клэп тут, я полагаю, не надо объяснять ничего дополнительно. Когда-то у нее был творческий канал, из-за которого я подписалась на ее влоговый канал. Совершенно уникальный, потрясающий. Он мне очень нравился, он мне очень мотивировал. К сожалению, она отдали все свои видео на нем. И вот этот канал, видеоархив. Он не тот самый творческий канал, самой Катя Клэп, а человек, ее фана, собрал, умничка, ее видео. И их можно найти там. Также Фуджи Дистер, как правильно произносится, самой Катя Клэп. На нем появилась, кстати, не так давно одна. Фанни Аннет. Ну, я думаю, Нюру знают все, или, по крайней мере, многие очень рекомендуют. Она снимает со своим комнатным лемурчиком Янди. Очень хорошо говорит о книге, но, к сожалению, ее книгоотчетники запаздывают. Но должен же у нее быть хоть один недостаток. Я так понимаю, по инстаграму, что она театрал. Ну, и очень такая девочка, мне кажется, поэтичная очень. Говорит всегда искренне и как не по сценарию, что меня очень-очень подкупает, потому что, если я хочу смотреть на профессиональных ведущих, которые говорят по сценарию, я включаю телевизор, а не ютуб. Ирина Ваймер. Она, знаете, такая вроде Кати Клэп, только в своем стиле. Она такая бодренькая, эмоциональная. Стиль очень похож на Кати Клэп, но только по-своему она это подает. Я начинаю уже немножко, кстати, отходить от этого канала. Скорее всего, условно, где останусь, посмотрим, как дело пойдет. Джулиан Смит. Это потрясающий творческий канал, где человек и, я так понимаю, его брат, это англскоязычный канал, они, ну там еще люди есть, они снимают такие, что-то вроде юминистических сценок, пароиде именно Джулиану Смиту принадлежит то очень популярное среди книголюбов видео, когда чувак поет, эй, не отвлекайте меня, я читаю книгу. Я дам ссылку на это видео, оно замечательно, потрясающе, посмотрите обязательно, если вы его еще не видели. Но, к сожалению, в последнее время он много говорит и не делает вот таких вот сценок потрясающих, но я все равно стою с ним в надежде, что рано или поздно он вернется к следующему стилю. Далее, легенда дипродюсер, короче, продюсер тоже, это, я так понимаю, американка восточного происхождения, не то из Кореи, не то из Китая. Она фотограф и снимает совершенно потрясающие юминистические какие-то такие сценки, оно удивительное. Тоже кинул в описании несколько моих любимых у нее видео. Мария Новосад. Очень приятная девочка, шикарно умеет говорить, у нее совершенно идеальная речь, хорошо поставлена, она говорит просто обо всем. На ее канале можно найти видео себе по душе, начиная от того, как поднять самооценку или как найти себе работу, если ты еще не несовершеннолетний. И это потрясающий. В некоторых вопросах я с ней не согласна, но канал правда потрясающий, волшебный, я его с удовольствием смотрю. Мария Смут. Это книжный канал, подписался на нее тоже отлично, но много слов о нем сказать не могу. Снимает, в основном, об отдельных видео, об отдельных книгах. Они вот как обычно, ну вот часто снимаем книгоотчетники, допустим, по нескольку книг. Так что, ну, вроде приятные. Пока нравится, пока остаюсь. Мобилум Хо. Это канал, посвященный гаджетам, там ведет профессионал. Это один из немногих профессиональных каналов, которых я смотрю на ютюбе. Повторюсь, если я хочу посмотреть на профессионалов, я пойду не на ютюб, а к телевизору. На ютюбе хочется видеть жизнерадостных, энергичных людей, которые говорят мне по сценарию. Так вот, и канал посвящен гаджетам. Последнее время я его не смотрю, но если вижу, что выходит видео какой-нибудь там модель телефона или каком-нибудь еще трясающем гаджете, я с удовольствием приходствую. Натали Кисел или Кисел, извините, я не знаю. Я на нее подписалась, она, благодаря тому, что она оформляет, она называет это дневник, но это скорее такой, такие арт-буки, я не знаю. И благодаря ее каналу мой личный дневник стал более красочным. Хотя, конечно, я такими разработками, какие она попагандирует, не занимаюсь, потому что у меня лично не как 90% текста и даже 97% текста и... нет, 99% текста и только один какие-то наклеечки, какие-то рисуночки. Очень приятная девочка, очень приятный голос и очень приятный канал. Ольга Барнак, незаменимая, ее знают просто все. Я продолжаю... Хорошо говорит о книгах, но есть и других тематик, не ее видео. В последние демы, кстати, я не знаю, что случилось с камерой и с фоном, они поменялись. Я не все видео подряд смотрю, и это касается не только данного канала, а вообще всех каналов. Поэтому, может быть, там что-то случилось, ну, я не знаю. Хороший человек, хорошо рассказывает, хорошо рассказывает. Полина Брззз, замечательный человек, у нее широко... идеально поставленная речь она потрясающе говорит, очень творческая личность, безусловно. Работает, я так поняла, фотографом, У нее есть совершенно разные видео, начиная вот, что у нее в рюкзаке и заканчивая там, как поднять самооценку. Самые разные видео, и хотя в некоторых вопросах я с ней не согласна, но сам канал просто потрясающий, я его смотрю с большим удовольствием, он прекрасен. Знаете, я вот, кстати, Марину Брзл и Марину Новосад прям вот путаю. Они очень похожи, очень похожи подают себя, оба, несомненно, очень творческие личности, поэтому я тут что-то могла попутать, кстати. Я прошу прощения. Так, официальный канал Prime World. Я играюсь в Prime World, это онлайн игра. И я не смотрю никогда видео, я даже не помню такого, что я смотрела когда-либо видео на этом официальном канале, потому что там битва кланов, и она двухчасовая, и мне просто не хватит на стойка смотреть, сидеть, уткнувшись в монитор. Но вот почему-то подписана и не отписываясь. Так, канал Suspense. Я говорила, у меня проблема с тем, чтобы произносить что-то правильно с английского. Это такой канал познавательный, там, допустим, пять самых известных фриков из цирка, или там, десять самых тупых законов, или там, пять самых ужасных правителей тиранов. Что-то такое вот статистическое. Очень любопытно, подписалась буквально вот на днях. Пока нравится. А Таша Телл Корпорейшн, это вообще большая моя любовь, она снимает вроде как... Катя Клэп, что я сегодня всех с Катей сравниваю. Но если люди невольно принимают мимику, пантомимику, словарный запас, это нормально. Потому что когда ты даже не восхищаешься там человеком, да, а просто постоянно наблюдаешь одно и то же, ты невольно перенимаешь. Это не подражание, это подсознание. У меня начальница как-то была, я её на дух не переносила. Но тем не менее я у неё одну фразочку переняла, я парочку мимик до сих пор одеваться не могу. Так что здесь подражание ни при чём. А то я помню, была подписана на одного видеоблогера. И ей одна девочка очень коллег, очень тактично написала под видео. Ой, а вы наверное смотрите канал там такой-то, такой-то. Просто как бы похоже, как разверничалась та видеоблогер. Да я не ребёнок, да я не буду никогда никому подражать, да я взрослый человек. Я так посмотрела, думаю. Короче, я от неё писалась. Так вот, та же Телта, она как Катя Клэп, но нас смогла не перенять вот это вот. Таша это Таша, а Катя это Катя. То есть, я уверена, Таша смотрит Катю, но ей почему-то удалось своё подсознание обуздать и не перенимать ничего. Далее у меня идёт канал The Great Club. Это официальный влоговый канал, который я когда-то подписалась только из-за её творческого. И если она не венётся в творчестве, я однако её отпишусь скоро. Всё, кто мой идёт, но пока я её никак не лишу. Всё-таки вот данный канал я прям смотрела всегда просто. Ну, не данный канал, вот творческий канал Катя Клэп, я смотрела просто всегда. И мне, я не знаю, отписаться в Катю Клэп всё равно, чтобы бульдозером снести пирамиды египетские. Зе Красавишина. Человек снимает о красоте видео, этому всё посвящено. Она снимает уже как профессионал и... Вот. Зе Мэри Джинджер. Тоже девочка... А чё она снимает? Я помню её недавнее видео, что у меня в телефоне. У неё таких два. И то, которые были оставлены, мне нравится сказать, и больше. Хотя ей уже не нравится. На это такое мнение. Она снимает и о косметике у неё бывает, и ей понравится парню, допустим. Там, как издать ЕГЭ, вот такие темы. Тоже очень приятный, хороший голос. Хорошо говорит. Здесь есть хорошо. Кто не знает, здесь есть хорошо. Все знают. Тут комментарии просто, я думаю, объяснять не надо. Далее, здесь есть что-то. Это, как бы, что-то вроде здесь есть хорошо, но там буквально на несколько секунд особо удачные эпизоды из здесь есть хорошо вырезаны. Вот так. Я понятно объяснила? Видео к Плее. Я подписалась на него по одной единственной причине. Он единственный. Единственный, кого я смогла найти на Ютубе. Может быть, есть ещё, но пока таких не обнаружено. Очень единственный человек, который адекватно снимает. Как это слово называется? Геймплей? Гейм... Ну, в общем, то, как он играет в Прайм Волд. Остальные либо много молчают, либо ерунду говорят, либо это групповая игра, и люди между собой переговорятся. Мне как-то неинтересно такое смотреть. И, к сожалению, Витёк отошёл от Прайм Волд, и я не отписываюсь. Я всё надеюсь, что он вернётся, и другие видео, его посвящён другим играм, я не смотрю. Анастасия Черных. Тоже начинаю понемножку отходить к каналу. Она учится на медицинском. Автор на iRecomment. И... Снимаю много видео. В этом сайте у неё есть. И... О её опыте... Как она учится на медицинском. В общем, что-то такое. Далее Андрей Нефётов. Ну, и вот о нём тоже, думаю, слышали все. Такой прикольный чувак. У него достаточно интересный юмор. Мне нравится. Может, её обо мне думать, конечно, плохо. Но, да. Признаюсь, виновата. Далее книжность. Но кто не знает Юринку? Гениальный рассказчик и пострекательный чтение определённых книг. Всем рекомендую. К сожалению, она снимает нерегулярно. Выкладывается не так часто. Но это того стоит. Ксения Мишарина. Поэтесса читает свои собственные стихи о славянах. Не новости. Тоже, думаю, всё знают. Это те же новости, только рассказанные более... Так... С какой-то оптимистичной ноткой юморной. Рекомендую тоже. Сэндук. Ну, это канал. Не Фёдора. Тут тоже, я думаю, комментарий излишний. Уроки вязания Байса Ашрамун. Совершенно изумительные уроки того, как вязать. Я ни разу ещё не пробовала по её, если честно, вязать. Она у меня добавлена в подписке, чтобы я её не потеряла. Видите, у меня проблемы с голосом. Я не могу долго говорить, не заикаясь при этом. Читать модно. Кстати, что-то я на своём канале видео не видела. Тоже изумительно совершенно рассказывается о книгах. Всем советую. Женский журнал «Шпильки». Даются короткие советы на определённые темы нам, девочкам. Всё это просто потрясающе. Всем девочкам рекомендую. И последний канал, который я сегодня хочу назвать, это «Liza on Air». Тоже достаточно популярный. Рассказывается в основном о косметике. Но есть и влоги. И, пожалуй, на этом всё. Прекрасного вам дня. До скорых книг. Пока. Продолжение следует.